Всем привет, друзья! Сегодня я хочу вам показать ещё одно великолепное место на нашем острове. Это Freshwater Bay. И ещё одно место – Totland Bay, пляжи и обрывы. Вот эта вся территория называется по-английски Outstanding Natural Beauty или район выдающейся природной красоты. Юго-западный мыс и обрыв красивейший, который сейчас, друзья, я вам специально показываю на большой общей карте, чтобы вы видели. Юго-запад. И вот сейчас мы поедем вдоль по этой дороге мимо этого обрыва. Присмотритесь, друзья, вот вы видите там белая полоска вдоль обрыва у самой-самой кромки. Это именно та дорога, по которой мы сейчас поедем. Она эксклюзивная. Ну, недаром же она с 1963 года считается здесь район выдающейся красоты. Кстати сказать, вот такие вот названия, которые присваиваются красивейшим местам в Великобритании, их не так и много. И я очень рада, что сегодня предоставилась такая возможность мне показать одно из этих мест. Ну вот, друзья, это дорога. Обратите внимание, как она близко подходит к этому обрыву. Сейчас мы с вами повернем еще раз. Она меняется постоянно и мы увидим шикарнейший вид. Ну и посмотрите вдаль, как красиво здесь смотрится вот этот вот наш угол юго-западный. Вы знаете, друзья, мне немножко не повезло с погодой. Во-первых, я еду рано, потому что это очень далеко. Нужно было ехать на двух автобусах, пересаживаться. На своей машине я не поехала, потому что совершенно вид другой. Ну и вот, обратите внимание, вот такой туристический кемпинг мы проезжаем. Называется здесь Holiday Park по-английски. То есть, вот такие вот стоят домики вдоль берега. Берег очень пустынный. Вы посмотрите, какой вид. Это все довольно далеко от цивилизации, друзья. Нужно ехать примерно километров 7-8, чтобы добраться до ближайшей деревни. Ну вот такое вот место на любителя. Однако же, эти кемпинги здесь на протяжении всей дороги, по которой мы будем ехать, мы увидим. И вы знаете, стоимость в этом домике проживания, если вы его снимаете на неделю, то на семью он будет где-то 1500 фунтов стоить. Там есть все удобства. Газ баллонный, отопление тоже газовое. Ну, в общем, все, что требуется. Ну, а мы с вами едем дальше. И, покуда мы едем по этой дороге, я хочу вам рассказать о ней более подробно. Здесь уже проходила дорога вдоль этого опасного обрыва. Вот даже у меня остались фотографии. Сейчас вам покажу. Вот видите, как это выглядит. Оборвалась дорога у океана. И вы знаете, самое интересное то, что, тем не менее, эту дорогу построили опять на том же практически самом месте, вдоль обрыва, только уже теперь немного подальше. Ну, наверное, там, я не знаю, метров 40-50. Вот так вот остается. То в некоторых местах даже меньше до этого обрыва. Ну, а для полноты ощущений я нашла вам вот это вот грандиозное видео, где показан вот обрыв, пожалуйста, вам обвал. Это именно на этой территории, по этой дороге, по которой мы едем, случаются вот такие вот вещи. Вот, пожалуйста, посмотрите. И еще. Да, вот такая вот опасная дорога, друзья. Вы знаете, хотела вам, конечно, включить песню Владимира Высоцкого «Вдоль обрыва понад пропастью». Даже, может быть, и сама бы вам ее напела. Как я это люблю иногда делать. Ну, вы знаете, наверное, вы слышите, что у меня страшный насморк. Я не могу сама спеть. А вот если включать песню Владимира Высоцкого вместо этой обычной мелодии, то меня сразу же за нарушение авторских прав YouTube заблокирует. Правила очень жесткие. Ну, а мы с вами едем дальше. Посмотрите, как еще красиво и далеко видно этот западный мыс Ниддлс, на котором мы с вами тоже уже были. Алубей Ниддлс. Сейчас всплывет видео для тех, кто желает. А еще, вы знаете, я вот подумала, может статься так, что лет через 10-20 уже и эта дорога тоже обвалится. Будет поглощена океаном, как и предыдущая. Все возможно, конечно же. И вот такая вот опасная близость, вы знаете, щекочет нервы даже иногда. А вдруг она вот сейчас именно и обвалится под этим тяжелым автобусом. Но будем надеяться, что все обойдется. Мы с вами по пути следования заедем сейчас еще в одно место, которое называется Freshwater Bay. Залив чистой воды. Вот этот пляж Freshwater. Сейчас здесь довольно спокойно, но обычно здесь большие волны. И вы знаете, не только вот на каяках здесь плавает. Я показывала вам. Очень много людей на лодках на каное, на каяках. Но также и серфингисты приезжают со всей Англии покататься на больших волнах, когда это бывает, происходит, по-моему, в декабре. Ну, зимой. В общем, в зимние месяцы наиболее большие волны. Именно вот в этом вот месте. Ну, конечно же, самая грандиозная достопримечательность, которая притягивает туристов к этому месту, это вот три вот этих вот камня-скалы, которые здесь стоят с незапамятных времен. Раньше эти камни, они, опять же, выглядели совершенно по-другому. Каждая из них имеет свое название, имеет свою историю. Ну, вот самая, пожалуй, популярная, это была вот эта арочная скала. К сожалению, она осталась здесь вот только на гравюрах и на фотографиях, хотя рухнула она не так давно, в 1992 году. Ну, вот говорят, что с этой аркой как раз связано очень много легенд и рассказов о контрабандистах, которых, конечно же, на острове Уайт было великое множество. Когда-то остров Уайт считался вообще островом пиратов и контрабандистов. И вот именно вот это место фреш-уота считалось, что все население здесь – это контрабандисты. У каждого из них есть как бы мнимое занятие, но никто не получает от него денег и не хочет этим заниматься. Здесь есть рыбаки, которые называются рыбаками, но никогда не ловят рыбу, и у которых карманы всегда полны золотыми монетами. И вы знаете, вот, наверное, что и жители-то острова Уайт относились очень хорошо к контрабандистам, поэтому контрабандистов так трудно было вообще поймать. Говорят, что в начале 18 века контрабандисты полагались на свое превосходное морское мастерство, и они могли уклониться от любого преследования таможенников. За любым контрабандистом, который знал дорогу через скалы и был готов выдержать шквалистый ветер и огромные волны, вряд ли можно было бы гнаться долго и преследовать слишком далеко. Ну и свободная торговля пользовалась поддержкой многих жителей. В определенной степени это может отражать даже тот факт, что местные жители острова презирали правление материка. Практически до 13 века остров Уайт был независимым княжеством, и островитяне всегда отделяли себя и жителей материка. Вот недаром тоже говорят везде. Айленд и Мейнленд. Даже я стала тоже так говорить. Большая земля, Мейнленд, материк. Это пошло именно вот с тех самых времен. И на острове Уайт до сих пор используются названия контрабандисты, пираты. Вот названия старинных пабов, в которых также бережно хранится вся эта пиратская атрибутика. Мы с вами это тоже много раз, друзья, видели. И знаменитый ботанический сад на острове Уайт тоже известен тем, что там огромное количество растений со всего мира можно увидеть. Так вот, говорят, что это благодаря именно пиратам и контрабандистам, которые привозили эти все красивые растения, их семена высаживались и укоренялись. И благодаря шикарному климату острова Уайт они здесь практически все прижились. И так как остров Уайт все-таки является местом и родиной контрабандистов, то множество различных легенд, историй рассказывают небылиц о контрабандистах. Есть настолько страшные истории, просто леденящая кровь. Но если желаете, напишите мне в комментариях, я вам могу рассказать некоторые из этих историй. Ну а мы вернемся к этим скалам, и я хочу вам рассказать. Вот эта вот основная скала, она называется Оленья скала. И говорят, что она названа так, потому что якобы когда-то олень смог перепрыгнуть на эту скалу с берега, чтобы спастись во время охоты. И что он там очень долго стоял на вершине скалы, красивейший олень с ветвистыми огромными рогами. И вот и называется эта скала Оленья. Я хотела подойти здесь поближе и вам показать, но вы знаете, я трусиха же, я не могу так близко подходить. Там обрыв ужасный. Как смог перепрыгнуть олень, не знаю. Там очень большое расстояние, друзья, честно вам скажу. Как потом олень с этой скалы спускался? Уцелел ли этот олень в конце концов? Об этом история умалчивает. Но вот тем не менее, благодаря этому оленю, скала имеет название Оленьей. Мы с вами поехали дальше, друзья. Но я оставляю вас теперь просто посмотреть вокруг и послушать музыку. То, что ещё у нас будет впереди несколько деревень, это уже будет в моём следующем видео. А я с вами прощаюсь. Всего вам доброго. Берегите себя. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!